Всем огромный привет! Напомню, что меня зовут Карина. У нас с вами сегодня парфюмерное видео. И поговорим мы об ароматах Narcissus Rodriguez из его самой популярной линейки Fofio. Парфюмерию Narcissus Rodriguez часто называют такой нишей внутри люкса, говоря о том, что эти парфюмы являются своего рода пограничью между люксовой и нишевой парфюмерией. Я, в принципе, с этим согласна, потому что у них нет такой громкой рекламы, как у парфюмов, скажем, люксовых марок. Она достаточно узнаваема по нотам, она достаточно узнаваема по каким-то фирменным фишечкам, которые далеко не у всех люксовых парфюмерных домов присутствуют. Ну, скажем, например, если брать ароматы Dior, вы вряд ли заметите какое-то общее сходство между ароматом Miss Dior и ароматом, скажем, Jodor. Тем не менее, в ароматах Narcissus Rodriguez, взятых из разных линеек, вы сходство наверняка заметите. Но речь сейчас не об этом, речь о тех ароматах, которые у меня есть. Моя коллекция Родригесов скромно представлена двумя флаконами всего лишь. Классические черные Narcissus Rodriguez версии Эдли Туалет у меня были в миниатюрах, к сожалению, закончились. Я чудом нашла дома пустой пробник, не миниатюр, у меня были именно по форме флакона миниатюрки. Но я их как-то быстро закончила, потому что я в них просто купалась. Пробник, с которого я сейчас выдрала все заглушки, чтобы воскресить аромат в памяти на время рассказа. В полном размере у меня есть версия Фо Хео Эде Парфам и версия Ле Апсалю. Фланкеры просто Ле, фланкер Квот Эде Парфам и, по-моему, Тендер, если не ошибаюсь, который совсем полупрозрачный флакон, у меня нет. И я не настолько хорошо их помню, они не настолько сильно меня впечатлили, чтобы я сейчас как-то хотела о них поболтать. Начать мне хотелось бы с аромата, который, в принципе, положил основу этой марки, краеугольный камень этой марки. Это парфюм Narcissus Rodriguez версии Эдли Туалет, выпущенный в 2003 году. Этот аромат дважды завоевывал парфюмерного Оскара в 2003, в 2004 и 2007 годах. Выпущен он был в 2003, его парфюмеры-создатели это Кристина Нагель и Францис Крюкеджан. Аромат относится к группе цветочные, древесно-мускусные. Конечно, лучше наносить на кожу, но всё пусто просто. И я могу сказать, что да, я готова подписаться под всеми теми утверждениями о том, что это один из самых женственных сексуальных ароматов, которые я слышала. По части сексуальности сильно рассуждать не буду, потому что это всё-таки, наверное, больше мужской удел сказать о том, какой из женских ароматов является сексуальным и манящим. Но то, что он действительно делает женщину более женственной, да, действительно это так. Может быть, он заставляет себя как-то по-другому ощущать, потому что когда его наносишь, ну, есть какой-то элемент именно женственности, именно такой вот кошечки в характере, причём я заметила это в характере практически у всех женщин, кто этим парфюмом пользуется. Именно в момент нанесения что-то такое появляется. Итак, верхние ноты аромата. Асмантус, флюдоранж, бергамот. Ноты сердца, мускус и амбра. Ноты базы, ветивер, ваниль и пачули. Во-первых, парфюмеры делают интересную вещь. Привычные нам базовые ноты амбра и мускус, они помещают в сердце ароматы. Тем самым, именно эти ноты звучат на протяжении практически всего времени ношения, в отличие от нот верхних, которые слетают быстро, и в отличие от нот базовых, которые проступают только под конец. Во-вторых, они идут по более сложному, с одной стороны, но в итоге, как оказывается, более простому пути использования цветов в парфюмерии для выражения ароматной сексуальности, ароматной манкости. Дело в том, что принято, как всегда, что самая женственная нота в парфюмерии – это роза. Может быть, это тубероза, и может быть, это жасмин. Но больше розы. Но на самом деле есть такая категория нот, как белые цветы, куда как раз-таки относятся упомянутые ноты тубероза, жасмин, тот же самый асмантус, те же самые лилии, тот же самый флидоранши, еще прорва других. Если интересно, ссылку на фрагрантик у нас, страницу с нотами, где вы можете посмотреть полный перечень нот ароматов, относящихся к категории белые цветы, вы можете посмотреть. Так вот, белые цветы на самом деле как раз-таки и отвечают в парфюмерии за сексуальность аромата, потому что именно белые цветы выделяют что-то вроде растительного аналога мускуса. Поэтому на практике, несмотря на то, что розы розы, более манкими оказываются именно аккорды и ноты белых цветов. Что я слышу в этом аромате? Я слышу в нем мускус такой вот хрустящий, как свежевыстиранное белье. Чистый белый мускус, очень красивый. Я не слышу амбру, я не слышу в этом аромате тепла. Он для меня достаточно сухой. Он для меня достаточно прохладный. Я слышу в нем асмантус. Асмантусом интересная вещь, потому что чистое эфирное масло, которое получают из этих цветочков, оно пахнет очень аптечно, медицински и резко. Но при грамотном управлении, при использовании в парфюмерии, получается нежный, но при этом все-таки такой вот отдающий какой-то. Чуть-чуть резкость, очень интересный цветок. Ветивер, ваниль, почули? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Я могу сказать только то, ну, ко всему тому, что я уже сказала, я могу добавить то, что этот аромат действительно заслуживает того, чтобы быть на полке практически у каждой женщины. Я думаю, что в ближайшее время я его возобновлю в своей коллекции, потому что он действительно там должен быть. И он бы там был, если бы не одна моя случайная ошибка. Дело в том, что у аромата в Нос-Родригесе идет перекрестная история с коробкой. В черной коробке розовый аромат, в розовой коробке черный аромат. Когда я подошла к полке, чтобы взять себе флакон, как я предполагала, черного Родригеса, я просто не посмотрела сюда, что здесь написано. Эду Парфам была твердо уверена, что эта туалетная вода уже, когда пришла домой, вскрыла, была сильно удивлена и расстроена на самом деле. Но уже ничего не могла с этим поделать, а потом в конечном счете примирилась и с парфюмерной водой, в которой я сейчас и перехожу. Парфюмерная вода, это вот тот же самый Родригес, но в розовом, был выпущен уже в 2006 году. Теми же самыми парфюмерами относятся к той же самой группе цветочные, древесные, мускусные парфюмы. И в общем-то здесь игра идет по большому счету на тех же самых нотах. Верхние ноты этого аромата роза, персик. Ноты сердца, мускус, амбра. Ноты базы, сандал и пачулю. И вот в отличие от классического черного Родригеса, в нем появляется некое фруктовое звучание, которое, естественно, дают ему персики. В нем появляется что-то деревяшетое, чего нет в таком количестве, в предыдущем аромате, за счет, естественно, наличия в нем сандала. Я очень люблю сандалы. Наверное, сандал был именно тем, что меня очень быстро примирило с этим парфюмом. Он цветочный. Да, здесь чувствуется роза, здесь достаточно явно звучит роза, хотя по мере ношения на коже она потихонечку раскрывается и где-то через часа-полтора уходит на нет. Говорить, какой я из них советовала бы больше, я не могу сказать, потому что это в чистом виде дело вкуса. И выбирать нужно непосредственно по тому, что вам больше понравится. Хотите ли вы более сухой аромат или все-таки немножко чуть-чуть с фруктовой сочностью решать вам. Хотите ли вы классическую игру вокруг розы в парфюмерии или все-таки вам интереснее попробовать какие-то другие цветы, тоже решать вам. Но обязательно обращайте внимание на вот эту подставу с упаковками. Потому что иначе у вас может оказаться не тот родитель, из которого вы хотели. И третий аромат, это аромат 2015 года, версия Le Absolue. Вышел он, по-моему, в начале осени, если не ошибаюсь, или как-то лето, но где-то там. Итак. Это уже совсем другая история. На самом деле это уже совсем другая история. Я его даже нанесу, чтобы рассказывать о нём. Я её меньше пользовалась, по понятным причинам. Он не так давно у меня появился. И, соответственно, всё-таки этот аромат отличается в корне от двух других. И он отличается, насколько я помню, от версии Le, как Flanker et de Parfum. Здесь какие у нас ноты? Во-первых, так, аромат был общий в 2015 году. Парфюмер Aurelin Guihard, я не знаю, как это правильно читается. Также древесно-мускусный, цветочный. 2015 год. Верхние ноты тубероза, жасмин, ноты сердца, мускус, ноты базы, амбра, пачули, сандал. Стандартная база, как называют это, лейли, амбра, пачули, сандал. В сердце аромата мускус. И да, он звучит практически всё время ношения аромата. И тубероза и жасмин – это как раз-таки то, что проводит какой-то небольшой мосточек у этого аромата, первая версия аромата. Но у него есть какое-то более, знаете ли, кремовое, наверное, звучание. То есть в нём нет, вот, в нём мускус тише. Он не оправлен в асмантус, асмантус даёт вот какую-то такую вот хрусткость аромату всё-таки. Здесь нет оправления в асмантус, здесь крем. Вот как бывает у гордениевых ароматов. Что-то тому подобное. На моей коже гораздо громче звучит жасмин. Я знаю людей, например, моя лучшая подруга, на чьей коже гораздо больше раскрывается тубероза, нежели жасмин. Сравнивать их, ну и, соответственно, третий парфюм практически невозможно. То есть если у этих двоих есть очень много общности в звучании и, по сути, идёт игра на акцентах на отсутствие и наличие фруктовости, на какой-то всё-таки хрустящести или её отсутствии, то здесь вообще другое. То есть здесь мускус, обрамлённый в цветочный крем. Как-то вот так. Рекомендовать его, да, если вы любите ароматы Родригес, но эти ароматы вам классические, ну, то есть вот эти оба поднадоели, то я бы вам его очень советовала обязательно пойти попробовать. Он вам подойдёт, если вы любите ароматы Нарцисса Родригес серии Нарцисса. Потому что мне, например, очень нравится белый аромат. Чёрный практически нет, он как-то какой-то рассолистый для меня оказался. А вот белый флакон мне очень понравился. И я думаю, что... Ну, я думаю, надо оно мне или не надо. И, скорее всего, склонюсь к варианту, что всё-таки надо. Или где-нибудь попадётся, может быть, на остатках. Вот. И если вам нравится вот как раз-таки Нарцисса в белом, вы хотите что-то тому подобное, то вот этот товарищ, он очень похож на Нарцисса в белом. Но всё равно немножко другой. Там Фрэзия, насколько я помню. Здесь Фрэзии нет, здесь Тобироза и Жасмин. Ну, в любом случае, красивый, тоже очень манкий, очень сексуальный, очень женственный. Но, наверное, всё-таки не настолько, как этот, и тем более, как чёрный. Вот таким было моё мнение. Надеюсь, что оно было вам интересным. Рассказывайте, какие у вас отношения с ароматами Родригеса. Нравится, не нравится, носите, не носите и так далее и тому подобное. Спасибо вам за внимание. Пишите комментарии. Пока-пока.